Доброго утра, дорогие телезрители! С вами и для вас наша замечательная рубрика «Моя оранжерея», ее ведущие Ахмат Барлаков и Екатерина Коровина. Екатерина, о чем мы с вами сегодня будем беседовать? Добрый день! Сейчас как раз у нас такое холодное время года, и в этот сезон, как правило, очень много у нас учащается случаев болезни и плохого самочувствия. Да, к сожалению. И как раз в эти моменты очень часто близкие и родные пытаются ободрить, порадовать дорогого человека, чтобы он быстрее и, так скажем, веселее справился с недугом. Поэтому подарки в больницу и болеющим сейчас становятся особо актуальны. Вот об этом как раз и поговорим. То есть беседовать будем, по сути, о неких больничных букетах, так сказать? Да, абсолютно верно, то есть мы поговорим о букетах и композициях, и о подарках вообще в целом для тех, кто болеет, и в больницу. И какие цветы нужно выбирать, если мы хотим их подарить человеку, который сейчас не здоров, Екатерина? Конечно, в первую очередь мы должны позаботиться о нашем получателе и подумать о том, что когда человек болеет, у него ослаблен иммунитет. А значит, он наиболее подвержен любым влиянием внешней среды. Поэтому как раз по такому поводу не рекомендуется дарить цветы и растения, которые особо аллергенны, обладают сильным ярким ароматом и еще и, конечно, не рекомендуется ядовитые цветы и растения. Среди наших прекрасных таких представителей, кстати, немало. К сожалению, какие цветы являются крайне опасными и какие цветы нельзя дарить больному человеку? Ну вот, к примеру, эустома. Очень нежный, красивый, всеми любимый цветок. И вот по такому изящному внешнему виду совсем и не скажешь, что она может быть опасной. А на самом деле эустома является ядовитым растением по природе своей. И как раз людям, особенно подверженным аллергии, она влияет на них особо остро. Поэтому люди, как раз у которых какая-либо аллергия есть, как правило, на эустому среагируют достаточно быстро. Поэтому с этим цветком в таком случае, по такому поводу нужно быть аккуратнее. Кроме того, всем известный и любимый тюльпан. Сам цветок, бутон и стебель не несут никакого вреда ни в коем случае. Но вот луковицы тюльпана особо ядовиты. Сок луковицы тюльпана вызывает порой страшнейшее отравление, с которыми справляются несколько дней, даже вплоть до недели. Но об этом стоит позаботиться скорее специалисту-флористу, который работает с таким цветком. Потому что есть некоторые виды тюльпанов, особенно российского производства, которые поступают к нам в продажу вместе с луковицами. И вот как раз момент, пока мы эту луковицу убираем, очень опасно как раз этот сок и самому подвергнуть себя опасности и перенести это на композицию на растение. Поэтому или с тюльпаном лучше работать осторожно, или избежать его в таких случаях. То есть в целом даже для здорового человека, я так полагаю, сок луковицы тюльпана является опасной вещью. Но для больного, мне кажется, это в целом критично даже. Отлично. Ну вот, хотелось бы с вами побеседовать о тех цветах, которые являются наиболее предпочтительными для больного человека. Что это? Ассортимент таких цветов очень широк, поэтому здесь как раз лучше взять примеры, которые лучше исключить. Вот, допустим, о ядовитости и вредности мы уже поговорили. Есть цветы еще, которые обладают очень ярким ароматом. И, конечно, они могут как придать совсем не того настроения, которое мы хотим добиться и болеющему человеку, так и стоит подумать, что зачастую люди, особенно лежащие в больнице, в палате лежат не одни. И также мы, конечно, должны позаботиться о том, чтобы своим подарком не нанести вред и окружающим людям. К примеру, таким цветком является лилия. Она обладает очень ярким, очень сильным ароматом. Вплоть до того, что в небольших замкнутых помещениях она может даже вызвать головную боль. Поэтому с таким цветком, даже если получатель его очень сильно любит, в случае болезни лучше быть осторожным и, конечно, оставить его на какой-то другой, более положительный случай. Конечно. Ну, я так полагаю, вот подобного рода розы можно дарить прям охапками, ничего не будет. Большую часть роз, особенно импортного происхождения, поскольку импортные розы, большая часть их сортов не обладают ароматом, как раз очень хорошо подходит по такому поводу. Кроме того, они обладают очень высокой стойкостью и, соответственно, скорее всего, порадуют нашего болеющего весь срок его ослабленного состояния, так скажем. Отлично, на самом деле. Ну вот сейчас давайте поговорим немного о цветовой гамме цветов. А какую цветовую гамму лучше выбрать по этому поводу? Абсолютно верно. Это самый такой, наверное, важный момент, потому что мозг человека вообще любого устроен так, что первое, на что мы реагируем, это на цвет. Это наиболее такая воспринимаемая характеристика. И как раз-таки здесь мы идем тоже по логике заботы о нашем болеющем человеке. И нужно подобрать цвета, которые чаще у большинства ассоциируются с чем-то жизнеутверждающим, ободряющим. И, как правило, конечно, ну вот что у нас ассоциируется с жизнью? Белый цвет, желтый цвет, я не знаю, какие-то еще яркие такие краски. Зеленый, возможно. Да, абсолютно верно. Белый – это как бы вообще символ такой чистоты, свежести и начала. Поэтому, конечно, в случае ободрения замечательный вариант. Зеленый, естественно, как зеленые листва, деревья – это у нас тоже ассоциация гармонии жизни и такого чего-то природного, настоящего. Желтый цвет, конечно, испокон веков всегда считался символом здоровья, в первую очередь, и богатства. Ну и, конечно, желтое солнце – это тоже ассоциация, работающая прямо с детства, с рождения. Поэтому, конечно, такие оттенки, они всегда подсознательно воздействуют на мозг человека положительно. Екатерина, ну вот у нас желтый цвет, вы подметили, что это жизнеутверждающий цвет, цвет солнца, здоровья, богатства, в общем, всего положительного. Но вот в народе бытует мнение, что желтые розы, в частности, это вестники разлуки. Так ли это? Ну, с точки зрения цветочного этикета и психологии, опять же, человека и того, как устроен наш мозг, это совершенно неверная ассоциация и утверждение. Если бы, ну, уже практически у нас у флористов это как анекдот, если бы не Наташа Королева, то ничего бы не случилось. То есть вековые традиции, испокон веков, еще со времен древних народов и язычества, самым главным тогда был бог Ра, бог Солнца. То есть желтый цвет, это был вообще просто, это самый главный, самый лучший и самый положительный. Лучшего, чем там солнечной жизни пожелать человеку нельзя. И вот буквально несколько десятилетий, да, Наташа Королева спела песню, причем надо учесть про желтые тюльпаны. О розах даже речи не шло, даже близко. Почему-то, да, как-то у кого-то въелось это так в наш мозг, но если брать именно чисто психологию человека, то совершенно это так не работает. Да, действительно, это, безусловно, положительная новость. Так что, дорогие телезрители, можете покупать желтые цветы и при этом не бояться, что вас они так поймут. Возможно, можете дарить и потом объяснять, что на самом-то деле это цветы или цвет в целом, которые там прогнозируют богатство, здоровье, деньги, удачу. Все, что угодно, друзья, все положительное, желтые розы. Небольшую рекламу мы тоже сделаем. Возможно, когда мы выйдем на некий уровень, Екатерина, вот по мотивам нашей телепередачи, наоборот, все начнут эти желтые розы скупать. Да, ну вот как раз о том, что желательно дарить в каких цветовых гаммах, это мы как раз обсудили, но остался очень важный момент, опять-таки же, чего стоит избежать. В случае с болеющими людьми, подарками по такому поводу, желательно остерегаться красного цвета. Поскольку красный обладает очень такой яркой эмоциональной окраской, он оказывает очень сильное воздействие на наш мозг. И для кого-то, конечно, это всегда радость, любовь и так далее, но опять-таки же не забываем о том, как работает наш мозг. И большая часть исследований показали, что красный цвет даже способен поднимать артериальное давление. Поэтому, конечно, не зная там анамнеза полного болеющих и его соседей по палате, с этим цветом лучше тоже не рисковать. Ну, либо хотя бы выбрать тогда его более нежные тональности, то есть это розовые оттенки, да, это же тоже оттенок красного. Но вот ярко выраженный, насыщенный красный лучше в таких случаях избегать. Поэтому выбираем желтые розы. Желтые розы, да. Вот такой вот выпуск у нас получился, дорогие телезрители. Я очень надеюсь, что он вам безумно понравился. С вами была рубрика «Моя оранжерея», ее ведущие Ахмат Барлаков и Екатерина Коровина. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok